Светлана Васильевна, расскажите, что с вами произошло 17 декабря прошлого года? 16 декабря к нам ворвались сотрудники полиции, выломали дверь в 3 часа ночи, не приставились, начали обыск делать, все в квартире вытащили, что-то искали, то Щетинин дверь выламывала с русской полицией. Потом? Хорошо. Они выломали дверь, произвели обыск. С какой целью это было сделано? Ну, сказали, что звонят в полицию в Бакан, ну, насчет глоба кто-то звонит. Почему они решили, что это было сделано вами? Не знаю. Они телефоны изъяли? Да. Мои телефоны забрали, ноутбук забрали, там модель, много симок было моих. Потом меня забрали, повезли, сказали, что пойдем в гараж, там обыск. Провели все, раскидали. Потом повезли в русскую полицию. Звели на второй этаж, начали бить. Щетинин сидел на стуле и смеялся. А кто бил? Ну, скажи, что-то ты звонишь. Сильно били. Ну, ты хоть бы заплачь, но я молчала, терпела. Потом меня увезли в Бакан, привезли. Опять тоже на первый этаж привели, потом на второй этаж и сказали, что мы власть. Никаких документов у них не было. Потом сотрудник полиции дал мне телефон, бери его в руки, чтобы отпечатки сделать. И говори грубым голосом. Дубинки положил рядом. Ну, вот я взяла, ну, шепотом. Так, говорила просто. Потом меня провели отпечатки пальчиков, взяли. Потом отвели в кабинет Ековой. Это следователь. Екова начала мне говорить, у тебя есть 200 тысяч? Если ты мне отдашь 200 тысяч, дело закроем и психушку не посадим. Я ей сказала, что у меня нет 200 тысяч. Это... И сказала подписать, ну, подписать, что типа я звонила. Если не подпишешь, мы тебя всех вышку убегаем. Вы подписали? Подписала. Или буллупить опять там же. Наталья Викторовна, а вы как в этой истории оказались? Я в этой истории. Мы одно время в соседях были, жили. И поэтому, если что-то происходит, то Татьяна Ивановна, это мама Светына, она звонит мне. Я на машине, я более активна, более подвижна, я, ну, можно помочь, что-нибудь, да. И тут звонок мне. Я в Абакане, она мне звонит. И говорит, Наташенька, пожалуйста, ты можешь сейчас прийти? У нас такое было, это было, ну, в первой половине дня. У нас такое ночью произошло, нам выломали дверь, двери практически нет. Дверь ее выломали. Вот, и ты бы вот посидела, я бы сходила, новую дверь заказала. Я говорю, что случилось? Она говорит, Свету куда-то увезли. Что-то требовали, что-то искали, у нас оба все перевернута. Это она только в себя пришла, понимаете? Это было, ну, около 12 часов, наверное, дня, вот в первой половине дня. Она только осознала, что что-то нужно делать. Она в возрасте, и когда что-то случается, она просто цепенеет. Татьяна Ивановна, она очень реагирует на это, у нее еще давление повышено. Я говорю, я не могу сейчас, я позвоню маме, мама придет, посидит. Мама, значит, пришла, Таня пошла, дверь новую заказала. То есть, никто и не собирался там что-то восстанавливать, что-то это делать. Свету увезли. Куда увезли? Как увезли? Она мне пыталась что-то объяснить, рассказать. Короче, дверь заказали. Я уже приехала после обеда, из-за Бакана вернулась. Я сфотографировала ту искореженную дверь. Я говорю, вы почему участкового хотя бы не вызвали? Вы почему кого-то не вызвали? Она говорит, я настолько потерялась и вообще ничего не могла. Я ничего и никак. Я вызываю участкового, я вызывала участкового, к ним их участкового. Значит, он сказал, приезжайте к нам. Мы поехали к нему с Татьяной Ивановной. Она написала заявление там же. Заявление, что увезли точно неизвестно куда, что неизвестные были, взломали. Никаких документов не предъявили. Она все вот это вот там описывает, это заявление. Есть в Сорской милиции. Потом этот участковый, я говорю, а в это время, когда мы там находились, Света мне уже позвонила. Позвонила и говорит, я уже в Усть-Абакане, меня отпустили. Я у Шестерниковой, знакомая там, тоже дама очень интересная. Я у них, потому что я побоялась, чтобы они меня повезли обратно домой. Они сюда угрожали, били и обратно я побоялась, что опять будет то же самое. То есть попросила просто Усть-Абакане ее оставить. Вы можете меня забрать? Время 8 часов вечера, мы пишем заявление как раз так. Я говорю, Света, давай так, а на утро ко мне ехал сын из Саеногорска, я сама из Саеногорска вообще просто, я в командировке в Сорске. Я говорю, сын будет ехать завтра утром, ты можешь там заночевать у Шестерниковой, а утром тебя заберут. Она говорит, хорошо, пусть Ярослав заедет. И она мне рассказывает, что меня били вот так, и так, и так, и так. Я говорю, хорошо, утром приедешь, поедем снимать показатели, побои. Это дело так не оставим. На утро ее привезли, мы обратились к этому же Косте Константину Чистковой, чтобы он дал направление на снятие побоев. Там же эта процедура такая, ее не принимали без этого. Он сказал, хорошо, я вам напишу, сам завезу. На следующее утро они ему дозвонились, вы когда завезете? Ну, все же, синяки, все это сходит. У нее спина очень сильно болела, там что-то с шейными позвонками. Стоит какой-то был, почки отбили. Ну, нормально было, достаточно, девчонке это досталось. Я-то это все видела вживую. Вот он, хорошо, я завезу, я же сказал, завезу, завезу. А вы сфотографировали? И потерялся вообще, нет. Вот вы знаете, вот на это как-то вот. Ну, потому что я была уверена, что сейчас снимать будут побои. Я даже не туда. Потом я уехала опять по своим делам по работе. В итоге он их промурыжил пять дней. Так он ничего не завез, он потерялся вообще. И когда они обратились в прокуратуру, да, с Абакановой обратились, прокурор им сказал, а он в отпуске был. Хотя в отпуске никто не был. То есть это было сделано вот так. Единственное, что я настояла... Это Волконский сказал. А? Волконский так сказал. Ну, прокурор кто там, я же не знаю, кто прокурор. Наверное, Волконский. Я к нему не обращалась. К прокурору Сорской я не обращалась. Я сюда в Абакан уже обращалась, когда меня стали домогать. Вот. Я единственное, что позвонила, говорю, Света, ну сходите просто к травматологу, сходите к хирургу, сходите к терапевту, ну куда-нибудь сходите. Пошли они, правда, с мамой. Там ее обследовали. Квоту бесплатную в Абакан не сделали. Квоту дали даже, вот бесплатную все ездила в Абакан. В итоге написали совершенно здорово, абсолютно. Через неделю. Вы представляете? Ну то есть никак. Да ладно, бог с ним. Это уже бог с ним. Затем она, значит, приглашает Романовскую в качестве своего адвоката и они начинают писать уже вместе, потому что сами они не в состоянии никогда с этим не сталкивались. И вот они стали вот это вот писать заявление, где их оправдали, ее и Татьяну Иванову видели там все это. Дело по ложному вызову. Да, да, да. По ошибочному обвинению. То есть прекращено. Прекращено. Постановление есть. Все есть ошибка, есть все. Постановление есть. И Романовская вам сейчас все это выдаст. Все это есть. Единственное, что до сих пор не возместили ни ущерба по двери, не вернули ни ноутбук, ни телефоны, там ничего. Они этим сейчас ее шантажируют. Вот откажешься от 200 тысяч, мы тебе это вернем. Не откажешься, мы это все переломаем. Детский сад, блин, Света, плюнь ты на эти телефоны и эти ноутбуки. Тут жизнь уже на кону стоит. Хорошо, это с ней. С января месяц и меня стали о себе можно тоже рассказать? Почему у меня все это началось? С января у меня в Одноклассниках, я человек очень публичный, в Одноклассниках стали какие-то уроды заходить и писать мне разную фигню. Сдай нам Свету, давай подставим Свету, давай посадим Свету, отдадим ее в психушку, помоги нам ее заставить торговать наркотой. Она отказывается. Это вот все, у меня есть распечатка, все это я в прокуратуру представляла, в МВД. Вот оно сейчас все это со мной. Вот такие все, знаете, ну детский лебедь. Я вообще, я туда выхожу только по мере необходимости, когда мне нужно с одноклассниками действительно вот столько лет уже пообщаться. Я на это не реагировала, я отмахивалась, отмахивалась. Потом они стали мне взламывать это, потом заблокировали, выставляли. А, еще рассылку, рассылку всем моим друзьям. То я умерла. Мне среди ночи все звонят, Наташа, ты что, что с тобой, маме соболезнования. Я говорю, да не обращайте внимания, уроды какие-то. Они просто тешатся, ну сейчас молодежь так забавляется. Я не придавала этому вообще никакого значения. Я далека от этой всей мелочи и глупости. Затем они выставили, мои фотографии скопировали и выставили. У нас есть сурс-интернет, там доска объявлений. Они выставили, значит, болтавская, за ночь берет 500 рублей и мой сотовый телефон. Ну знаете, здорово. Я там где-то, я там в Америке или в Дубае, я не помню где фотографии, купальники, вот такая я там красивая. Ну все хорошо. И когда меня заблокировали одноклассники, ну детский ребят, правда смеетесь, мне смешно было поначалу. Заблокировали, я и написала в службу этого одноклассники, пожалуйста, не открывайте меня. Вот заблокировали их, крен с ним, мне это не надо уже. Мне это уже вообще не интересно. Вот, чтобы никто там никакие гадости не оставлял. Я ж не знала, что вот это все возможно. Ладно. Тогда они взяли сломать мой МТС, мои карты. Они взломали все, что у меня вот сейчас все это есть. Они по сей день все это ломают. Мне пароли эти шлют, и шлют, и шлют. Потом, что самое интересное, они с моих симок звонят мне, с моего номера мне же. Я не знаю, как это возможно. Наверное, сегодня техника прогресса всего дошел. Дальше. Дальше. Симок Татьяны Ивановны. Не Светына, а Смаминых симок. Мне звонят, и вот это бу-бу-бу, то, что там в папке уроды, это все с симок Татьяны Ивановны. С одной и со второй. Как выяснилось сейчас, то это те симки, которые изъяли вместе с телефонами, тогда при вот этом погроме. Понимаете, какая может быть связь? Симки так, и как мне сейчас везде говорят, только это же она звонит. Я говорю, да, с тех симок, которые вы изъяли. Сейчас у нее совершенно другие номера. А вы восстанавливали их? Обращались ли? Нет, они когда пошли восстанавливать, а что восстановить, другие номера дали. А это именно те номера. А они же у меня в папке записаны, что это Таня будет. Поэтому я в шоке была. Голос-то я что не вижу, не слышу, не понимаю. Но почему же они решили, что это вы звонили? А вот сейчас в этих записях, которые вы прослушаете, они там сейчас открытым текстом. Ха-ха-ха, мы всех убедили, что ты дура. Ха-ха-ха, мы тебя в психушку увезем. И ха-ха-ха, мы с твоих же симок звоним, и все думают, что это ты. И в прошлый раз мы тебя подставили. Она знает, кто. Она знает, кто это делает. Но никто не спрашивает об этом. С какой целью? Вы знаете, я вот не следователь, конечно, но для меня, например, картинка такова. Познакомились на улице перед Новым годом, да, с молодыми людьми. Ну вот тут в этом заявлении, которое в прокуратуру ты отправлялась, здесь Света все описал. Познакомились на улице. Света курила на тот момент. Дали покурить. Что, Спайс? Дали покурить, попробовать. Потом предложили торговать. Она пришла мне все это выдает и говорит, ты с ума сошла. Даже вот чтобы близко тебя там не было. В итоге она отказывается и они начинают мне бомбить вот это писать. Заставьте ее торговать, заставьте ее торговать. Она отказывается. Это открытым текстом. Это все вот здесь есть, понимаете? Это все здесь есть на записях, на звукозаписях. Почему никого это не интересует? А вот я им сначала не отвечала. Потом написала, отстаньте. Единственное, что я написала. Отстаньте от девчонки. Живите своей жизнью. И понеслось. Мне по всем, у меня служебные телефоны. Я работаю, я возглавляю один из офисов Хакасии. Ну, не важно. Короче, мне стали звонить. Тогда ты торгуй. Тогда ты торгуй наркотиками. Раз она отказывается, торгуй ты. Вы по этому факту писали? Я по этому факту и писала. И в прокуратуру Абакана. И в МВД Абакана. Из МВД только сейчас, буквально неделю назад пришло письмо, что взяли к рассмотрению. А прокуратура мне уже отписку прислала. Уголовное дело возбуждено невозможно. Вот есть у меня тут все. У меня все вот это здесь. Но по сей день они не звонят и по сей день не угрожают. Убьем мать, убьем твоих детей, посадим на иглу. И все такое прочее. Знаете, тоже, пока это были слова, это были слова. Но когда я уезжаю из дома, бывает, что я на двое суток, на трое уезжаю. Они видят, машины нет. И они маме моей стали писать. Моей маме ей 80 лет. Матуха, убьем твою дочь, тебя вообще, сучара, прибьем. Вы будете читать, там вообще сленг обалденный просто. Напугали ее до того, что они потом пришли, когда стучались в дверь. Она даже, Наташа, ей даже потерялась. Она не звонила ни внуку, ни сыну, ни никому. У нас друзей столько, столько родственников. Она говорит, Наташа, я в шоке была. Я просто спряталась, забилась в угол и сидела. Это было вечер, они долбили. Потом они ночью долбили. А так как я была недоступна, я была не на связи, я была в ТУЕ. Они, так как мой телефон у них прослушивается. Они на мера всех моих друзей, сыновей, всех моих родственников. Они моему младшему сыну, в Саиногорске проживает, написали. Мать, матуха твоя недоступна. Все, значит, едем сейчас или готовь 2 миллиона, или едем сейчас убивать твою бабку. Он, значит, они ему позвонили, вернее. Он им сказал, ребят, я вам приготовлю 2 миллиона. Бабуля-то не трогайте. Буквально через полчаса прилетела СМС. Все. Терпения больше нет, лопнула. Едем убивать бабку. И вот он в 2 часа ночи сорвался, и в полчетвертого он был уже в Сорске. Представляете, он прилетел. Короче, утром приезжаю я. Вот это все вот такое. Я их сгребаю. Так как я 2 миллиона по их требованиям должна Гительману, не кому-нибудь именно Гительману. Гительман это у нас начальник полиции в Сорске. Я беру маму, сына, я беру всех сгребаю, и мы едем к Гительману. Гительман в этот день только вышел из отпуска. Первый день. Я к нему приехала и говорю, вы знаете, я уже в Бакане побывала, уже везде. Но к вам я пришла только потому, что, возможно, вы не в курсе, что я должна вам 2 миллиона. У меня записан весь этот разговор. Он говорит, может, вы не мне, может, вы кому-то должны, я никому не должна. Ну, может, банком кредиты. Я говорю, никому проверьте мою кредитную сумму. Мне должны люди. Деньги. Я никому. Но здесь именно я вам должна. Вы понимаете, 2 миллиона за то, что я отказалась торговать наркотиками. Давайте эту ситуацию как-то. Он вызывает того же Щетинина, который выламывал ей дверь, который причастен ко всей этой истории. И этот Щетинин принимает у нас с мамой заявление. Я понимала, что это уже скоморохи просто. Просто уже цирк. Защиты никакой. Помощи никакой. Отказ во всем. И вот это вся бельверна. Потом Щетинин меня на улице встретил. Пистолет. Вот так. Вечером. Вечером. Сдашь нас. Убьем. Щетинин там еще какой-то. Сергей, водитель. Водитель начальника охраны. Это вообще. Вот этот беспредел меня просто добивает. Я сколько раз приходила и говорила, ребята, оставьте в покое. Оставьте в покое. Если вы меня затронете, будет очень сложно. Они решили, что все вот так срок и сойдет. Хорошо. Хорошо. チャ vacил. И послушайте очень хорошо, что в rip His камеру 8 толь. До процентов идет одна черная травма.